МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал АЛЛАУ новости. В студии Елена Чигельская. И коротко о главном. Чтобы предотвратить распространение коронавируса, местные поликлиники проверят всех прибывших из Китая кустанайцев. Как поступят с теми, у кого выявят симптомы болезни, расскажет Наталья Басмурзина. Автоперевозчики в Кустанай просят субсидирование пассажирских перевозок. Иначе, как отмечают бизнесмены, они терпят большие убытки. Татьяна Калюжина с подробностями. Соответствует ли реклама в Кустанай всем требованиям законодательства именно наличию двух языков – государственного и русского? Чтобы ответить на этот вопрос, мобильные группы вышли в рейд. К ним присоединилась Камила Солкомбаева. Количество заболевших от коронавируса в Китае продолжает расти. На утро сегодняшнего дня оно стало приближаться к трём тысячам случаев. Растёт и число летальных исходов. В Казахстане пытаются предотвратить распространение этого заболевания. С завтрашнего дня поликлиники Кустанайской области должны получить списки прибывших из Китая жителей региона. Каждого из них проверят на наличие заболевания. Наталья Басмурзина продолжит тему. Коронавирус из Китая продолжает распространяться среди людей по разным странам. На утро 27 января заражённых насчитывалось уже 2744 человека. Число умерших от болезни – 80. Эта информация уже стала поводом для туристов отказаться от своих планов на путешествиях. Причём не только в Китай, но и в другие страны. К примеру, в Таиланд. Спрос действительно уменьшился. То есть кто-то решил на данный момент воздержаться от приобретения туров по каким-либо направлениям. Это непосредственно отразилось на нас, на людей, которые работают в сфере туризма. Но это больше, скажем так, паника. В итоге туристы, бывает, разубеждаются, скажем так, более боязливые они отказываются. По данным турагентства, вылеты из Нурсултана в направлении Китая прекращены до 3 февраля. Но такие действия идут, чтобы оградить людей от возможного заболевания. Но заразиться можно так никуда и не полетев. Вирус фиксируют в ряде стран, куда он распространяется от прибывших из Китая. Но пока Казахстан находится вне опасности. На сегодняшний день в Костанайской области нет зарегистрированных случаев людей, заболевших коронавирусом. Вирусологическая лаборатория Национального центра экспертизы проводит исследования на выявление коронавируса. Лаборатория оснащена всеми тест-системами и расходными материалами для исследования поступивших мазков на данный вид вируса. Максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 14 дней. Это означает, что прилетевший из Китая турист может и не знать, что он стал переносчиком болезни. Чтобы выявить случаи заболевания, в работу подключатся поликлиники. Им предстоит встретиться со всеми прикрепленными к ним кустанайцами, которые прибыли из Китая. Мы, естественно, будем приглашать каждого человека индивидуально в поликлинику, для того, чтобы его осмотреть, поговорить с ним о том, как он контактировал, при каких условиях это было. Естественно, мы должны спросить у человека, есть ли у него в настоящее время температура, ну, естественно, наблюдать за этим человеком. Списки эти появятся у нас, но планируют, что завтра с утра уже эти списки будут, и мы в экстренном порядке будем работать по этим спискам. Чтобы в такой ситуации медики сработали слаженно, в поликлиниках проведут тренировочные занятия. Они состоятся уже на этой неделе. Будут проверены и отработаны все действия при выявлении зараженного инфекцией. Если больного с подозрением на коронавирус обнаружат, его транспортируют в областную больницу. Если это будут спорадические, то есть единичные случаи, то для госпитализации таких людей есть отдельные боксы. Если же это будет массовое поступление, то будет задействовано отделение капельных инфекций в полном объеме. У заболевшего коронавирусом проявляются признаки пневмонии, повышается температура, могут быть стеснения в груди. С любыми из признаков или подозрений на заболевание следует незамедлительно обратиться к врачу. Информацию о самом вирусе можно получить по номеру казахстанского коуд-центра 1406. Номер создан при Министерстве здравоохранения. Диара Ахмечин, Алексей Кудрявцев, Наталья Басмурзина, РТН. А в Челябинской области объявлен карантин по гриппу и ОРВИ. В больницах запрещено посещать пациентов. Все культурные мероприятия отменили. Введен масочный режим. В Челябинске на карантин закрыты три школы. Внеплановые каникулы у детей продлятся до конца месяца. За последние 10 дней заболевших в области стало почти вдвое больше. Как отмечают врачи, циркулируют два штамма гриппа А и Б, в том числе и так называемый свиной. Его зафиксировали в Магнитогорске. Вирус H1N1 был обнаружен у женщины. Заболевшую госпитализировали в стационар, и ее состояние оценивается как нормальное. В целом заболевших в Магнитогорске не так много. С середины декабря зарегистрировано более 23 тысяч заболевших. У всех диагностировали ОРВИ. Южноуральцам рекомендуют избегать контакта с больными людьми, мыть руки перед едой и проветривать помещение, а также надевать защитную маску в общественных местах. Другим темам. Автоперевозчики и Акимат Кустаная вновь сели за стол переговоров. Бизнесмены просят либо поднять тариф на перевозку пассажиров, либо компенсировать им убытки. Чиновники вроде бы и не против, но просят бизнесменов подсчитать для начала своих пассажиров. Причем Акимат готов приобрести за счет бюджета необходимые устройства. Правда, их оплату намерены вложить в тариф. Татьяна Калюжная продолжит тему. Совет по защите прав бизнесменов в палате предпринимателей Кустанайской области прошел без СМИ. Однако обсуждаемый здесь вопрос весьма злободневный. Поэтому мы воспользовались видео-онлайн-трансляцией этого совещания. Перевозчики пассажиров и Акимат никак не могут договориться. Предприниматели просят поднять тариф на проезд, на что получают отказ. Последние полтора года они пишут письма, чтобы получить бюджетное субсидирование маршрутов. У нас вот этот вот 60 тенге в убытках, так как у нас автобусный парк, больше мы ничем не занимаемся. Да, можно было бы бросить. Понимаете, мы в городских перевозках 90%. Пожалуйста, я хочу, чтобы все проверили. Давайте, мы сейчас нам сказали, давайте с 1 января билеты. Мы купили билеты. Значит, теперь билеты, нас их не устраивает, давайте валидаторы. Значит, нам дайте компенсацию за пенсионеров. Дайте за детей. Акимат вообще, вот знаете, просто не слышит. Документы предпринимателя отправили специально созданную при Акимате комиссию по тарифам. По словам юристов, только социально значимые маршруты, а это простыми словами убыточный, могут рассчитывать на компенсацию. Пока на данный момент комиссия еще ни разу не собиралась. Представители палаты предпринимателей также участвуют в комиссии. И перевозчики жалуются, что эта комиссия фактически не работает. В принципе, должны рассмотреть расчеты тарифов, которые представляют перевозчики. В последующем, возможно, при признании, допустим, социально значимым маршрутом, то возможно субсидирование. Ну, если будет выделен соответствующий бюджет. Представители Акимата, в свою очередь, отмечают, что для того, чтобы признать маршрут социально значимый, нужно провести подсчет пассажиропотока. Предлагают сделать это с помощью валидаторов, электронных устройств, предназначенных для контроля прохода и выхода пассажира в салон автобуса. Вы понимаете, нагрузку на бюджет? Мы не должны искать прибыль с бюджета. Давайте исходить так. Мы должны искать прибыль у себя. То есть в данный момент нам необходимо, мое личное мнение, провести анализ пассажиропотока по каждому маршруту. И распределить маршрут так, есть выгодные маршруты, есть невыгодные маршруты. И их надо распределить по лотам так, чтобы один автопарк держал часть выгодных, часть невыгодных маршрутов, и они друг другу перекрывали. При этом, по словам представителей Акимата, подана бюджетная заявка на приобретение за счет бюджета 300 валидаторов. Их отдел ЖКХ Акимата намерен передать автоперевозчикам с условием возврата денег. В перспективе платить будут горожане за счет поднятого тарифа с 80 до 90 тенге. Если ставим валидаторы, значит берем кондукторов. Кондуктор стоит 24 тенге. Это нужно сразу же, если мы вводим кондукторы и в расчеты вводим эту сумму, 24 тенге. Валидаторы 10 тенге. Получается 34 тенге. На одного пассажира 34 тенге. По расчетам перевозчиков, для безубыточной работы стоимость проезда должна составлять 140 тенге без кондуктора и 164 тенге с кондуктором. Предприниматели предлагают для проверки достоверности количества перевозимых пассажиров проводить комиссионный хронометраж маршрута. Вы почему-то считаете, что валидатор у вас панацея всех бед. Есть гораздо простые вещи, и всегда, во все века определяли все расчеты и подтверждали все расчеты. В конце концов, в городе есть налоговые службы, которые могут с утра до вечера ездить и хронометраж делать, если при такой необходимости. Просто есть нежелание. И почему-то упорство, почему вы сегодня навязываете эти валидаторы. Я вам говорю, даже в системе онлайн-отправки налогового ККМ, контрольно-кассовых машин, сегодня уже идут люди, предлагают простые обычные решения, типа рекасса, вебкасса. Помимо этого, Акимат намерен признать социально значимыми только те маршруты автопредприятий, которые произвели обновление своего автопарка. Согласно данным Палаты предпринимателей в Кустанайе наблюдается самый высокий износ автобусов – 10385 автобусов, 97% эксплуатируется более 7 лет. При этом только в пяти областях страны, в том числе и кустанайской, субсидии для автоперевозчиков не выделялись. Монобек Касколов и Татьяна Калюшная, РТН. Несколько десятков спасательных операций проведено сотрудниками ДЧС региона только в течение одних суток. Из отдаленных поселков спасатели вызвали семью с заболевшим младенцем и женщину, у которой начались роды. Причина – сложности передвижений, сложные погодные условия, которые, возможно, стали причиной смертельного ДТП в областном центре. Подробнее в нашей рубрике – коротко. В Кустанай автобус 13 маршрута сбил 60-летнего мужчину. Пострадавший от полученных травм скончался на месте. Расследование по данному факту проводится сотрудниками Северного отдела управления полиции Кустаная. Обстоятельства ДТП выясняются. Водитель автобуса допрашивается. Напомним, ранее сотрудники полиции сообщали, что с начала года в 15 ДТП на трассах региона 27 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. И три человека, включая двух малолетних детей, погибли. Беременную женщину эвакуировали из снежного плена в Кустанайской области. Как сообщают сотрудники ДЧС, днем 26 января на пульт связи пожарной части райцентра «Уликоль» позвонила Аким Новоселовского сельского округа с просьбой о помощи в эвакуации роженицы из села Сосновка. У женщины начались схватки, однако доставить ее в районную больницу не представлялось возможным, так как дорогу замело снегом. После полудня к месту вызова выехали четыре сотрудника Уликольского отдела ПЧС и пожарной части вместе с Акимом сельского округа. На автомашине повышенной проходимости ГАЗ-66 менее чем за час они прибыли в село Сосновка, в двух километрах от которого обнаружили застрявшую в снежном заторе автомашину марки ВАЗ-2114, в которой находилась роженица, ее супруг и медицинская сестра из поселковой школы. Спасатели эвакуировали их всех и женщину благополучно заставили в райцентр и передали сотрудникам медицинской скорой помощи. Несколькими днями ранее младенца спасли из заметенного поселка в Карасузском районе. Тревожный вызов поступил из села Тюнтюгур. У двухмесячного ребенка температура поднялась до 40 градусов, наблюдались кашель, хрипы, одышка. Тюнтюгур расположен в 30 километрах от районного центра, медпункта в поселке нет. Дорога из поселка была занесена. Главврач Карасузской ЦРБ Владимир Голубев обратился к Акиму района и Виктору Яоненко. И по звонку АЧС в район прибыла спасательная техника из Кустаная. Спустя два часа мама с ребенком в сопровождении и под наблюдением главного врача и медбрат районной больницы выехали с Тюнтюгура в район. Еще через полтора часа пациента госпитализировали с диагнозом ОРВИ и бронхопневмония. Сейчас состояние малыша стабильное. За сутки на дорогах области проведены 13 спасательных операций. Работы не утихали на участках Кустанайского, Денисовского, Алтынсаринского, Уликольского и района имени Майлина. Затруднения принесла январская погода и в южной регионы области Жангельдинские, Амангельдинские районы и в окрестности Аркалыка. Сотрудники оперативно-спасательного отряда территориальных подразделений ДЧС совместно с районными подразделениями дорожных служб вызвали из заносов и переметов 23 легковые машины и спасли более 120 человек. Среди них 6 детей. Пострадавших нет. Другим темам. Управление по контролю за использованием и охраной земель в Кустанайской области готовится к завершению проверок по ранее выданным предписаниям. Однако из-за введенного моратория на проверки микро- и малого бизнеса часть землепользователей, отмечают чиновники, будут освобождены от итогового контроля. При этом управление готово выявлять неиспользуемые земли и без нарушения норм моратория с помощью космического мониторинга. Мои коллеги продолжат тему. Управление по контролю за использованием и охраной земель Кустанайской области сейчас находится в ожидании. Дело в том, что мораторий на проведение проверок в отношении субъектов малого предпринимательства может серьезно повлиять на статистику по возвращению неиспользуемой земли в Госфонд. При этом в 2020 году управлению необходимо провести контроль за исполнением выданных предписаний 100 участков под коммерческую застройку, которые поставили на изъятие. 70% из них относятся к малому бизнесу. Для проведения контроля в отношении указанных субъектов в рамках объявления моратория, то есть без открытия и регистрации проверок, на основании под пункта 18, прим. 1, пункта 3, ст. 14, прим. 1 земельного кодекса, Акимата Малтанцаринского района 38 участков, Авлюхольского 1 участок, Корабылыхского 2 участка, Кустанайского 4, а также городов Кустанай 16 участков, Аркалка 4, Рудный 1, Рисаковск 1, необходимо создать на местах рабочие группы по проведению дополнительных обследований земельных участков. По результатам проведенных обследований, продолжая чиновник, акты проведенной работы необходимо отправить в управление, которое и будет принимать окончательное решение. При этом сам механизм проведения этих проверок озвучен не был. Нурлан Абдуов подчеркнул, что алгоритм будет отправлен Акимом позже. Относительно 205 тысяч гектар земель со хозяйственного назначения, которые в настоящее время находятся на контроле Акиматов районов и города Аркалка, контрольные мероприятия будут проводиться в соответствии с механизмом, который в настоящее время разрабатывается Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан. По словам Нурлана Абдуова, Кустанайская область вошла в число участников пилотного проекта по космическому мониторингу сельхозу Годи, который позволит проводить обследование и выявлять неиспользуемые земли без нарушения норм моратория, то есть без открытия проверок и выезда на участки. Но как это будет происходить пока точно неизвестно. А вот проверки законности действий местных Акиматов никто не отменял. Только за январь 2020 года управлением зарегистрировано уже 17 актов. Были выявлены факты нарушения законодательства при проведении земельных конкурсов. Работа слабо идет. Вы должны выявлять и больше, если нарушение выявляется, то должны отменять проведенный конкурс или там аукцион и так далее. А получается только по ЖДГ районной слабо работа идет. Теперь вот вы выявили неиспользуемые земли, передали в ДГД, департамент госдоходов, 219 800 гектаров, правильно? Да. По ним налог будет доначислен в марте месяце, правильно? Да. Предварительно есть у вас там за годы какие-то цифры? Какая сумма будет это? Ну где-то ориентировочно, я думаю, 38-39 миллионов. Напомним, что за неиспользуемые земельные участки в стране в 10 раз была увеличена базовая ставка земельного налога. Благодаря этому в бюджет Кустнойской области начислено 212 миллионов тенге налогов. Помимо этого, от землепользователей за последние три года поступило в казну почти 65 миллионов тенге штрафов. Монорбек Касколов и Татьяна Калюшная, РТН. Продолжаем выпуск. Соответствует ли реклама в Кустанай требованиям законодательства, а именно закону о языках? С этим вопросом сотрудники разных ведомств вышли в рейд. Как оказалось, ошибки есть на многих баннерах и вывесках. Камила Солкомбаева присоединилась к рейду и узнала, какие именно нарушения у бизнесменов и что им грозит за это. Сотрудники управления и отдела по развитию языков, общественники и специалисты палаты предпринимателей вышли на улицы города, чтобы проверить визуальную рекламу. Сегодня первый день рейда, и мобильная группа прошла по проспекту Аль-Фараби и улицы Гоголя. Буквально сразу же в глаза стали бросаться вывески с ошибками. Здесь написано Казахстан Аль-Фараби Дангла. После «Л» мягкого знака не надо. «Л» – Фараби. Мягкий знак не нужен здесь. Ошибка. Написано только на одном языке. По закону Республик Казахстан в языках должен быть на двух. На государственном и на русском языке. А здесь только на одном. Это грубое нарушение. Именно отсутствие одного из языков в рекламе – самое частое нарушение у бизнесменов. А там, где, казалось бы, все хорошо, реклама на двух языках, без ошибок, щепетильная группа все равно находит нарушение. С требованием статьи 21 «Законный язык», где четко прописано слева и выше на казахском на государственном языке, справа и ниже на русском языке. При этом, прошу отметить, одинаковые размеры буквами. У нас зачастую бывает на казахском маленькими шрифтами напишут, на русском языке большими. И еще одно, на что часто жалуются и сами жители – это реклама на штендере. По словам Жарасхана Науразбаева, несмотря на то, что к владельцам этих рекламных сообщений они часто обращаются, меры обычно здесь не принимаются. Они как бы как времянки. Сегодня есть, завтра нет. Начинаешь им замечания делать, они убирают, либо опять через день вешают. Чтобы этого не было, мы хотим сегодня охватить центральную часть. Согласно данному плану, мы дальше пойдем. Потом все большие торговые точки – Март, Кустанай, Плаз и так далее. Потом основные улицы. Ближе к 9 мая мы хотим пройти именно маршрут, по которому поселение города пойдет на 9 мая. Но перед управлением все-таки есть две проблемы. Во-первых, это мораторий на проверку малого и среднего бизнеса. Ввиду этого специалисты вручают только уведомления о нарушении. Никаких штрафов или другого наказания бизнесменам не грозит. В управлении надеются на сознательность бизнесменов, ведь при выявлении нарушения сотрудники управления языков предлагают бесплатно помочь с переводом рекламы и приведением ее в соответствие. И вторая проблема – это наличие рекламы как на латинице, так и на кириллице. Если кириллицу с легкостью можно проверить на наличие орфографических ошибок, то с латиницей есть трудности. Поэтому со следующей недели к рейду присоединятся и сотрудники областного центра по языкам, чтобы дать консультацию по поводу рекламы на латинице. Потому что некоторые рекламные продукты начали оформляться уже на латинице, чтобы там качественно не посмотрели, если есть ошибки, посмотрели. Президент Каев сказал немножко приостановить данную работу до 2025 года. А изначально было задание на латинице тоже делать. Многие успели вывесить, вот сейчас будем анализировать, мониторить и уточнять, что и как нынешнее состояние дел по рекламе. Мониторинг рекламы на улицах города будет продолжен и дальше. В течение года каждую неделю мобильные группы будут обходить улицы и выявлять нарушения. По словам специалистов, даже простой мониторинг эффективен, ведь многие предприниматели идут навстречу и исправляют вывески. Диара Хмеченко, Мила Солкомбаева, РТН Повышения тарифов на воду и тепло в этом году не будет. Однако из-за сдерживания тарифов в Кустанай-Су может сократиться количество задуманных проектов по реконструкции сетей водоснабжения. О том, какие проекты все-таки будут реализованы, расскажут мои коллеги. Повышения тарифов для населения в этом году не будет, заверили коммунальщики. На предприятиях Кустанай-Су и КТЭК рассказали, что 2019 год для них прошел без убытков, поэтому работа по сдерживанию тарифов будет продолжена и дальше. К примеру, для этого коммунальщики активно внедряют возобновляемые источники энергии и новые технологии. По модернизации системы теплооснабжения города Кустанай, вы все знаете, что мы заключили договор с Европейским банком кредитный на модернизацию системы теплооснабжения города Кустанай. И взяли обязательство реализовать 21 мероприятие. На сегодняшний день 10 мероприятий полностью реализованы на сумму 2,28 миллиарда тенге. В планах на этот год реализация еще пяти мероприятий на сумму 1,3 миллиарда тенге. Это работа на котельной номер 2 в районе КСК. Здесь проведут реконструкцию тепловой схемы, системы химводоочистки и энергооборудования. Что касается тепломагистрали, то в планах пока реконструкция только одной по улице Карбышева. Реализация всех этих мероприятий позволит повысить качество и эффективность предоставляемых услуг, покрыть дефицит тепловой электрической мощности, снизить потери воды в тепловых сетях, уменьшить расход топлива, повысить надежность основного вспомогательного оборудования. Сначала реализация проекта, его начали мы в 2016 году. Снижение затрат на 397 миллионов тенге, снижение расхода топлива, снижение износа основных средств 75% до 50%. В разработке УКТЭК реализация еще шести проектов на сумму чуть больше 3 миллиардов тенге. А вот Кустанай-Су наоборот из-за сдерживания тарифов решил снизить число проектов по инвест-программе. Из 15 мероприятий выполнят только 10. В 2020 году, как вы знаете, нам тоже не дали повысить парив, но это общая политика такая. Но она складывается за счет того, что мы снизили свою инвест-программу с 923 миллионов на 600 миллионов. То есть на 323 миллиона мы сократили инвест-программу. Но это произошло, если брать наше предприятие, за счет мощной поддержки программы развития регионов. По словам Ерки Буланова и Зулаева, сейчас на предприятии износ оборудования составляет около 70%. В планах к 2021 году снизить этот показатель до 60%. Помочь в этом должны другие госпрограммы. В 2019 году мы освоили миллиард 187 миллионов по программе развития региона. Вы, наверное, сами видите, в городе мы все копаем, приносим извинения за неудобства. В этом году мы ожидаем миллиард 700 освоить. В целом, эта программа нам позволит до 60 километров сетей поменять, не больше 10 миллиардов эта программа. На предприятии указали, что основная работа будет проводиться именно по замене сетей на многих улицах города. Однако на каких именно, пока неизвестно. Учебный год у школьников в самом разгаре, но новшества продолжаются. С нового полугодия знания учеников по некоторым предметам будут оценивать не больше двух раз за четверть. А итоговые оценки школьники будут получать только раз в полгода. Тему продолжат мои коллеги. Привычные контрольные в школах и оценки за ответ у доски уже канули в лету. Теперь казахстанские школьники регулярно пишут ссоры из Сочи. Ссоры – это оценивание за пройденный раздел, а Соч за четверть. Напомним, что в этом учебном году к обновленной программе образования присоединились четвертые, девятые и десятые классы. И несмотря на то, что учебный год уже в самом разгаре, изменения на этом не закончились. С 2020 года по некоторым предметам итоговая оценка теперь выставляется не раз в четверть, а раз в полугодие. Это естествознание – первый и второй класс. Познание мира – первый и четвертый класс. Всемирная история и информатика – пятые и девятые классы. Химия – седьмой класс. Также казахский язык и русский язык в зависимости от языка обучения. Это десятый класс, естественно, математическое направление. В десятом классе общественно-гуманитарного направления – это геометрия и информатика, а также основы права в девятом классе. Суммативное оценивание за четверть или, проще говоря, контрольный за четверть проводиться больше не будут, а знания ребенка по разделам учебной программы будут проверять не чаще двух раз в четверть. Также произошли изменения по учебному предмету информационно-коммуникационной технологии начальная школа. То есть во втором полугодии учебного года суммативное оценивание за раздел и за четверть не проводится. Получается, что те школьники младших классов, у кого вместо предмета информатика информационно-коммуникационной технологии, оценок больше не будет. Теперь по итогу школьник за этот предмет будет получать зачет или не зачет в конце каждого полугодия. То же самое касается и десятиклассников, которые проходят начальную военную и технологическую подготовку. Здесь также зачет и не зачет. Так как у нас количество суммативного оценивания за четверть сокращается, то это, конечно же, большое облегчение для детей, потому что количество контрольных срезов, конечно, за четверть у них сокращается. Что в итоге получит школьник, если предмет выставляется раз в полугодие? В отделе образования пояснили, что рассчитываться все будет просто. Результаты всех ссоров в процентном соотношении будут делиться на их количество. То есть, если за год было 4 ссора и в общем ребенок набрал 300%, то итоговый процент будет 75. Диара Хмеченко, Мила Салкомбаева, РТН Такими были события дня. У меня на этом все. До свидания.